всем привет мы находимся с вами в самом сердце ладожских шкер на острове хавус где уютно расположился глэмпинг лага ладога прибыли мы сюда вот на таких вот замечательных лодочках на этих лодочках перевозится весь инвентарь вся вся утварь необходимые продукты необходимые для работы и жизнедеятельности глэмпинга также возятся гости на материк и обратно глэмпинг занял южную часть острова остров населяют всего лишь несколько дачников которые здесь живут сезонно это они находятся в северной части а все остальное время здесь находится только глэмпинг глэмпинг находится на расстоянии тысяч километров почти тысяч километров от москвы и 270 километров от санкт-петербурга ближайший город сортовала он находится в 15 километрах строительство глэмпинга заняло и много сил да потому что вы видим что находится это все на таком каменном валуне напоминающую форму купола связь и коммуникации более больной вопрос всегда для всех как строить и так далее так вот вы знаете такое очень интересная легенда нам рассказали местный персонал вот связь ловят только на этом пятачке это так называемый в народе мыс маргариты почему мыс маргариты потому что сотрудник работавший здесь узнал что у него родилась дочка внучка как раз находясь на этом мысу и внучку назвали маргаритой и вот честь нее этот мыс этот сеанс связи где проходят у всех гостей персонала называется вот так вот мыс маргариты а в целом в глэмпинге почти цифровой детокс потому что интернет это только техническая возможность для персонала но иногда для гостей а связь ловит очень очень плохо об этом предупреждают гости и любезные администраторы даже еще приза есть до того как гости заедут в глэмпинг она это не останавливает гостей поэтому глэмпинка 96 процентная загрузка по сезону почти полная и погоду больше 70 процентов недалеко от воды но в удалении от основных средств размещения и общественных зон располагается уютная костровая зона здесь вечером разжигают костры можно посидеть с кальяном кстати кальяны только тоже в этой зоне разрешены и попеть песни там у костра просто мило пообщаться только вот в этой зоне потому что это все земли лес фонда поэтому только одна расчищенная благоустроенная зона для разведения костров карта обновленного глэмпинга некоторые строения еще находятся стадии строительства но уже нанесены на карту напоминаю что здесь есть здесь есть 13 жилых куполов большой купол ресторана общественная зона купол бани фурака баня душевые кабинки причал все это располагается на территорию почти три с половиной гектара земли лес фонда особенный рельеф и также береговая полоса накладывает определенный отпечаток на все коммуникационные сети потому что ребятам здесь нельзя закапывать септики делать какие-то водоотводы и прочее поэтому вышли они из положения очень достойным способом который не смущает гостей это вот такие вот санузлы два общественных санузла и также находятся санузлы в каждом номере здесь биотуалеты раковина которая заправлена водой на 30 литров в течение дня ее могут обновлять ну и соответственно поддерживать все в рабочем состоянии а все это ручной труд для обслуживания санузлов приноса воды и так далее вода техническая берется из ладожского озера по всем показаниям она в норме пить ее только нельзя и питьевую воду ребята привозят с материка при проживании включены только завтраки а все остальное питание и выбирают гости как они будут организовывать это можно сделать заказав комплексный обед заранее обед или ужин в ресторане либо арендовав гриль гриль площадка тоже только одна потому что напомню мы находимся в лесу это земли лес фонда поэтому она оборудована по всем правилам и нормам арендовать ее можно и при что-то приготовить и соответственно сесть на открытой веранде ресторана по поесть все это опять же рассказывается гостям администраторы потому что тонкости неуланцев пребывания в глэмпинге тем более в удаленном который находится на острове очень много и ребята просят очень внимательно читать всю эту информацию отзванивают гостей и соответственно все это доводят до сведения ну вот мы и подошли к ресторану который действует сейчас на территории лага ладоги особенности эксплуатации прозрачного купола говорим всем всегда юля один из самых долгих таких адептов этого прозрачного купола долгом пытались мы его привести куда-то в какие-то чувства но это доставляет определенные сложности заставляет персонал адаптироваться все время либо выносить столы когда очень душно либо на заносить когда идет дождь и так далее уже готов завтрак поэтому всех гостей уже ждут завтрак напоминаю включен стоимость проживания и вот проходит таким образом накрывается шведская линия и соответственно ждут всех гостей на завтрак либо на открытой веранде либо если дождь то тогда в закрытом куполе я знаю что вам всегда очень интересно все административные тонкости нюансы как что работает как что соединено давайте пройдем и я вам покажу как устроена работа рабочих зон администраторская она вот такой комнате отдельная зона где администратор может находиться где все вопросы можно к ему задать также в течение дня он выполнять здесь служебные обязанности кухня но мы туда не пойдем кухня и склад кухонные они находятся вот здесь и в просто соединены по открытому коридору с прозрачным куполом которым уже непосредственно находится зал рабочие зоны хоть и находится на глазах да у публики они устроены очень аккуратно эргономично организован сбор мусора раздельный сбор потому что все выводится на материк часть из него утилизируется здесь на месте а уже не перерабатываемая часть она увозится на материк поэтому важно минимизировать все эти перемещения и соответственно вес вывозимых продуктов услуга которая пользуется большой популярностью гостей это вот такие купели фурака их 2 на территории имеет приватный заборчик также там стоит столик стульчик эта услуга летом можно забронировать в день день в день потому что растопка фурака всего лишь два часа до нужной температуры а вот зимой только предварительной записи и соответственно но тоже приносит дополнительный доход и очень популярно у гостей поэтому у юли в дилемма скорее всего еще добавится фурака но они будут стоять именно в отдельной зоне они как многие принято у каждого домика у каждого юнита тоже решение это же довольно популярная гостей фурака предлагается помимо пользование самой купели зона отдыха и халаты пользование включая два с половиной часа времени ну и конечно часто очень продляют я напомню что мы находимся на острове и с каменистым таким рельефом поэтому проблема водоотведения она стоит острая и вот принято такое решение сделать общественные души отдельными потому что как раз здесь собирается вода в септик единственное место где можно было его установить и соответственно это общественная зона три душевых кабинки когда вы заходите и зажигаете свет внутри кабинки загорается красная лампочка поэтому в принципе видно из-за всех куполов и если вы выглянули из купола и хотите принять душ посмотрели горит красная лампочка не идем ждем пока она потухнет и соответственно таким образом вот есть решение в кабинке есть все для удобства единственное место где есть фены причем фены ограничены по мощности просит включать только на и на и первую скорость иначе просто генератор не справится от большой нагрузки это важные моменты которые также написаны на памятках и упоминаются гостям при заселении косметика в душе местная карельская кстати очень крутой ход который позволяет познакомиться с местной косметикой с местной продукцией и потом при выезде ее купить также все продается на ресепшене можно все это взять немножечко мы с вами заглянем в закулисье посмотрим как устроена технические зоны смотрите вот это место такой вот отдельный выровненный плато где живет персонал палатки у каждого индивидуальные это арктические палатки на одного человека но сейчас уже строится большой гостю дом для персонала гостевой на 16 рассчитаны на 16 человек 8 комнат но многие многие из персонала сказали что мы не будем съезжать будем жить в этих же палатках им очень нравится это также в этой же зоне чуть в отдаленности от основных сред общественных зон и средств размещения порядка здесь 350 метров находится дизельная ребята работать на генераторах дизельных там находится три генератора основных это два больших по 25 киловатт один запасной 16 киловатт и несколько маленьких которые позволяют в случае непредвиденных ситуаций историй оперативно приходите перри подключаться на электроэнергию сейчас работают генераторы круглосуточно до момент запуска они работали по часам всего лишь несколько часов в день и соответственно давали электроэнергию необходимую на существование глэмпинга из 13 модулей и ресторана отдельная история эта история про дорожки в глэмпинге все они закреплены на разном уровне во первых крепления сложная да это к каменной породе только анкерное соединение только в определенных местах откуда был бережно снят мох и принесен в новое место мог вытаптывается очень быстро но восстанавливается очень долго а здесь на острове более 10 разновидностей мухов и многие из них занесены в красную книгу карелия и и важная задача у юли у команды стояла сохранить эту всю красоту первозданную красоту в таком же виде не вмешиваясь в природу внедрить сюда во первых средства размещения чтобы была возможность у нас с вами и у гостей приезжать и любоваться природой севера вот такие вот замечательные дорожки с таким необычным средством крепления и не пострадал ни один мох каждый купол купол диаметром 6 метров по площади там внутри 28 квадратов стоит на своей отдельной небольшой террасе террасы очень уютная с набором мебели самые романтические фотографии как раз получается здесь но у гостей панорамные окна всех куполов направлены на ладожское озеро и вот сквозь лес мы видим такую замечательную картину которая заставляет восхищаться и зимой и летом всего влага ладоги 13 жилых куполов диаметром 6 метров площади 28 квадратов и 2 2 купола больших под общественной зоны диаметром 8 метров и 10 метров под каждым жилым куполом сделан подиум размером 6 на 8 и также на этом подиуме стоит непосредственно сам купол расстояние между куполами от 25 метров в некоторых куполах даже 27 метров поэтому на площади три с половиной гектара они раз рассредоточены таким образом что гости друг другу абсолютно не мешают и не создается впечатление даже при полном заселении что скученности и скопленности людей привет заходите итак мы находимся в гайбинге лагаланага в гостевой сфере она у нас площади 28 квадратных метров 6 метровая здесь зона прихожей есть зеркало есть вешалки для удобства гостей внизу техническая ящик для подачи воды мусорка элементы уборки здесь наша гордость пеледный камин собственно часто спрашивают что это и зачем это нужно это как раз наш спаситель в холодные дни дело в том что наш глэмпинг работает автономно на генераторах и соответственно мы не можем позволить себе растрачивать электричество поэтому выбрали именно такую такой вариант отопления работает он от пилетов пилет это спрессованное спрессованное дерево по типу опилок запакованы в грану и соответственно вот здесь есть ящик куда это все засыпается из и автономно подает тепловую энергию гостям не приходится ночью вставать подкидывать дрова и собственно целую ночь можно спокойно спать технический персонал засыпает пилеты вечером и собственно это происходит каждый день гости просто отдыхают наслаждаются теплом что у нас еще ну конечно панорамное окно с прекрасным видом на ладу со всех сфер открывается фантастические виды на это самое большое в европе озеро здесь у нас кровать кровать может быть как раздельный для однополых людей или для корпоративных заказчиков так и может быть объединена дополнительным матрасом топпером в единую кровать для пар например у панорамного окна расположена два уютных кресла столик лампа также обычно здесь стоит графин с водой два стакана и наши гости проводя романтические вечера любуюсь на ладожское озеро и может быть за стаканом просека например а здесь у нас небольшой стеллаж куда можно положить свои вещи и также элементы некоторые декора и уюта то есть например пледы декоративные корзинки куда можно сложить настольные игры собственные вещи те же самые пледы здесь есть какие-то элементы вот для лета например от комаров и так далее и еще вот здесь у нас представлен наш логотип который мы разработали которым гордимся его здесь у нас как солнце светит у нас над кровать еще у нас есть доп место наверху она достаточно просторная 140 на 2 метра соответственно могут размещаться как один человек так и пара или например двое детей идем дальше ну и здесь вот последний элемент нашей сферы это санузел здесь мы вынуждены из-за категории защитных лесов использовать биотуалеты тем не менее есть раковина для умывания есть диспенсеры в которых содержится мыло ну и соответственно туалетная бумага и так далее все что необходимо для комфортного пребывания юля много рассказывала про туры и вот мы сами отправились такой тур который самый короткий у них из глэмпинга вообще туры есть до семи дней на сегодняшний день разработаны и вот наш сегодняшний инструктор алексей да алексей вы нас проведете по экотропе здорово к известной в данных местах горе хаукариута в переводе с местного языка истребиный риф ребята я вас рад приветствовать на территории нашего глэмпинга который находится свою очередь вместе живописным прекрасном ладожском озере местные его называют еще ладога озеро самое крупное в европе конечно озеро при свободное крупное второе по величине озера у нас в россии против после байкала и если брать географически то наверно больше только каспийское море ну тут уже понятно не совсем то о чем мы говорим мало того что это ладожское озеро так мы еще находимся на территории не так давно я считаю относительно не так давно созданного национального парка ладожские шхеры не так давно это буквально 2017 год включает себе данный парк порядка 650 островов мы находимся непосредственно острый хаус важно при произнесении местных названий вставлять два гласных и как бы пропивать название остров да 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 конечно карельская финская примерно это родственные друг другу народы остров совсем небольшой буквально два на два километра и того получается 4 квадратных километра тропа наша по которым все пойдем несложная она позволит познакомиться с острым конкретном направлении данные скале который уже говорил халкариута и по пути я буду рассказывать интересные скажем так места на которых стоит заострить внимание пойдем мы дошли до первой точке да да ребята здесь вам хочется немножко рассказать про то как это красивейшее место образовалась работа наверное так можно сказать 3 стики стихий это вулкан который существовал здесь порядка двух с половиной миллиардов лет он был очень большой больше огромные порядка 60 километров в длину 80 в ширину или можно сказать наоборот это действие ледника полдайского который шел оттаял и за собой счищал всю породу до заглаживал вот это вот место если так сказать вот эти сглаженные камни это называется бараньи лбы понятие универсальное в любом регионе называют именно так кстати это большая такая терка которая просто все зачищает глициологи глициологи это наука который изучает ледники предполагают что ледник было от километра до двух вверх от нас представляете да какая махина вот он медленно таял 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 убирал все лишнее затачивал но и третий фактор это непосредственно мы сейчас находимся на с вами на балтийском щите да это плиты которые заходят друг на друга внахлёст и можно говорить о том что также как допустим ну на том же алтае до горы растут то есть да да потихонечку потихонечку находит одна плита находит на другую соответственно мы видим с вами то что вышло из недр земли как правило это у нас гранит как правило это у нас гнез как определить гранит это скорее всего однородная серая масса гнез как более сложная структура будет разноцветный там может быть вкрапление кварца он может быть за счет того что он окислился красный ржавый такой да соответственно увидели эти камешек вот это серый кто это у нас гранит это кто это у нас гнез если вам сложно определиться что это такое в перемешку есть третья культура порода гранита вниз эта тропа была вами расчищена да и промечена вся вот мы видели такие отметки где стоя даже при потерявшись турист может вернуться до соответственно безусловно безусловно с одной стороны мы конечно находимся на острове до потеряться здесь сложно но с другой стороны для комфорта туристов да и для комфорта нас и туристов мы прометили эту территорию тропа протоптана затоптана свернуть там грубо говоря никуда невозможно связь радиостанция есть но поймете не всем это очень правильно было сделано потому что есть подготовленные туристы которые могут пройти сами они хотят ориентироваться да если дальше скажем так прогресс подойдет тому что но допустим есть известные приложения таких как мы сми и карты будут промечены еще тропы станет еще еще двигаемся дальше двигаемся дальше это место ребят называется на местном языке хаукариута до словно перевод истребийный риф почему он так назван здесь реально жила семья ястребов но к сожалению в данный момент уже она здесь не проживает потому что их выселили вороны конкуренция среди видов чем применяем примечательна эта гора точнее правильно сказать скала ее высота потому что над уровнем моря прям порядка 65 метров как мы видим с вами вокруг вроде бы местность гористая но прямом смысле слова горами это назвать нельзя причем это место примечательно как с нашей точки обзора так и снизу если посмотреть вниз то там постоянно можно увидеть какие-то скопления катеров они идут из города сортовала по своему маршруту либо на шкеры либо на валам и обязательно здесь приторможу потому что она того стоит посмотреть и мы с вами тоже это увидим когда нас встретит наш катер остров создает впечатление вроде равнинной местности да но вот тропа нас все меняет вывела вывела нас вверх вверх богу да и соответственно на самую высокую точку окрестности и на такую замечательную красивую смотровую площадку путешествуйте приезжайте в гости ждем вас и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok